Эй, давайте посмотрим, кто победил в конкурсе на 100 доната. И это у нас... Ого, полегче, дружище, я тебя поздравляю, ты забираешь свой приз. Давайте переведем ему 100 доната. Выбираем сервер, пополнить счет, замечательно, вуаля! Поздравляю я тебя, участвуем в конкурсе еще. Но если ты проиграл, не расстраивайся, именно для тебя. В этот раз я запускаю новый конкурс на 100 доната на любом сервере. Ваша задача поставить лайк, подписаться на мой канал и в комментариях написать. Ваш ник, сервер, на котором вы играете и слово «Я участвую». Победителя я выберу в следующем ролике, а ролик уже скоро. И кто больше профлудит, вероятность победы будет намного больше, чем у остальных. Участвуй и побеждай! Виталий Старк не обманет! Блядь, я тебя сейчас уебал бы! Хей! На связи Виталия Старк. Ребята, спасибо, что вам понравился. Иногда такой формат я буду записывать, буду с вами разговаривать. Это также являются будни старшего администратора на Блэк Раше. Само собой, это моя жизнь, что я делаю и что вообще происходит у меня. Недавно, наверное, вы видели в ролике о том, что я оповестил вас, что скоро на Блэк Раше добавят мой скин. Именно это скоро будет. Я надеюсь, что я на серверах начну замечать людей, похожих на меня. Само собой, я себе тоже такой скин куплю. Надеюсь, он будет крутым. Также я вам скажу, что будет у меня, скорее всего, такой крутой костюмчик, который вы видели. И вы можете увидеть на Блэк Раше... Ой, на Блэк Раше... На Блэк Раше тоже вы можете увидеть, но еще вы видели его в фотографиях ВКонтакте. Там это все есть. И, в принципе, еще хотел сразу такой момент сказать, пока вы меня смотрите, да? Пока погодка разгулялась. Короче, на страничке ВКонтакте, на моей официальной, ссылочка будет в комментарии и в описании под роликом, постоянно происходят конкурсы на 1000 рублей, на 3000 рублей. То есть, мне для своих друзей, знакомых, подписчиков, людей, которые меня знают, не жалко разыгрывать денюжки. То есть, мне это не жалко. Там многие начинают писать о том, что, Виталия, может быть, не надо, зачем ты тратишь свои деньги? То есть, если мне не жалко, я это делаю, да, само собой. Потому что, может быть, кому-то они пригодятся больше, чем мне. То есть, если у меня есть средства, я могу делиться с вами. Да, конечно, не для тех людей, которые наглеют, начинают сразу писать, типа, переведи мне деньги, все дела. Нет. Я делаю все честно. Я разыграю через рандомайзер. То есть, рандомные люди получают деньги либо на карту, если вы с Россией, либо на электронные счета, либо же в игры. И все это отправляется. Я это все доказываю, показываю и прошу, само собой, людей присылать скриншоты пополнения своих счетов. Чтобы было все честно и чтобы вы видели, что я реально перевожу деньги. Вот, и я уже договорился с Кириллом Гордеевым. Я думаю, вы все его знаете. Это, да, один из команды проекта. Ну, я думаю, все его знают. И с пиар-менеджером договорился. И все будет у нас круто. Реально будет мой скин, и вам он будет очень нравиться. Эй, улиточка, улиточка, алло. Эй, покажись нам, ё-моё. Кому-то это будет противно, но это реально гигантские улитки, которые появляются после дождя. Ну, они прикольные, такие большие. Короче, как-то я вам показывал пруд, помните, да, в видосе одном. И он сейчас после дождя якобы заполнился, сколько времени? Три часа дня заполнился водой. То есть за ночь текла вода. Там, получается, есть небольшой спуск, и оттуда протекает вода. Она стекает здесь, потом здесь есть слив, так же я вам покажу. И она утекает в речку. Вот сейчас вот здесь вот. Не вижу. Вон там слив. Не знаю, не видно, видно, не видно. Вот он слив, вот здесь слив. И эта вода утекает в речку потом. Вот, но опять же, вот этот пруд сейчас набрался, и он не может никак сохранить влагу. Потому что через несколько часов, а уже даже, наверное, вечером, либо ночью, он будет опять пустой. Вы посмотрите, сколько улиток. Смотрите, опа, опа, улиточка, улиточка, улиточка. Обалдеть, какая она противная, когда ее приближаешь. Посмотрите, ребят, там муравья даже видно. Обалдеть. Вот это просто нечто. Мне, ну, честное слово, неприятно. Такие улитки мне неприятны. Так как я вам все рассказываю, еще мне неприятны змеи. Посмотрите, я на них могу и на пауков сдали. Но вот самое, что мне неприятно из таких существ, да, насекомых, это, считай, пауки и змеи. Вот остальные, как бы, животные мне более-менее еще приятно. А вот именно змеи и пауки, я не знаю, ну, у меня прям отвращение какое-то. Не знаю, почему. Так что вот такие вот пироги. Но насчет скина это будет круто. Надеюсь, реально вы будете бегать в моих скинах и вам это все дело понравится. Точную дату реализации скина я вам не смогу сказать, потому что именно 100% информацией я не владею. Но то, что мой скин будет 100%, это да. Потому что вы меня знаете не как по голосу, да, но знаете мое лицо, знаете меня как личность, уважаете меня как личность. И за это я вам каждому жму руку и благодарен, честное слово. Ребят, я только проснулся. Сами понимаете, отмечали вчера день рождения. Так что пора вставать и делать контент. Вот, короче, наверное, я придумал, что можно еще показать интересное. И скорее всего это будет заброшенный детский лагерь. Короче, мы уже на территории лагеря. Это Владик, мой брат. Сейчас я вам покажу. Нужно будет сейчас обходными путями идти, потому что, чтобы нас, грубо говоря, никто не увидел. Здесь есть вот такая вот дорога. Но по ней мы не пойдем, потому что очень-очень будет палевно. Пойдем мы в обход. Надеюсь, дорога будет у нас легкой, но интересной. Вон птички поют. Если вы слышите, красота, вон там кто-то идет. Смотрите, вот здесь, скорее всего, здание бывшей охраны. Скорее всего, здесь, наверное, охрана сидела. Потому что недалеко вход есть. А вот здесь вот поле. Здесь играли раньше дети в футбол. А вон там... Вадик, а это что именно? Главный корпус. Это главный корпус? Да. Они здесь и спали, и... В основном там были столовые и всякие квартиры. А, а спали они... Тихо. Идут, идут, идут. Тихо, 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 тихо. Ё-моё. Обалдеть. Ведемся очень тихо. Тихо. Ё-моё. Короче, сейчас направляемся в главный корпус. Посмотрим, что там стало. Потому что выглядит он сейчас более разрушенный, чем был когда-то раньше. Но, надеюсь, будет очень интересно. Линейка всякая такая. Линейка? Ну, знаешь, как вот ходил, он там кто-нибудь встанет, А, здесь, кажется, правда, был такой подиум, сюда залазили и говорили речи. Хотя... А вот здесь, помнишь, где-то вот здесь подъем, эту лесенка была. Посмотрите, просто вырытый кусок земли, вот корни от деревьев идут. И вот, посмотрите, здесь... А, здесь, получается, стенка, вот здесь была стенка, она упала отсюда, вот она была вот, продолжалась. А вот здесь уже подъем наверх был. Я так понимаю, здесь они в столовую ходили и потом поднимались в свои корпуса, где они отдыхали. Обалдеть. Мы нечаянно заметили, как целуются улитки. Приблизься этот назначок. Смотрите, ребята, мы их спалили. Извините, пожалуйста, уважаемые улитки. Такое я вижу впервые. Надеюсь, YouTube не забанит меня за это. Колокола бьют, если вы слышите. Вот это главный корпус, получается. Вот здесь это один и тот же идет корпус, просто где-то столовая здесь еще. Вот такой он разваленный. Через главный вход мы не пойдем, потому что он здесь очень-очень обрушенный. Вы посмотрите, насколько... Либо там кто-то есть. Тихо. Хрен знает. Пойдем, пойдем. Пойдем, пойдем. Короче, непонятно, там какие-то звуки идут. Туда мы сейчас не пойдем через главный, потому что там ненадежная конструкция. Сделали решение, что обойдем лучше с другой стороны, посмотрим другие входы. Честное слово, жизнью мы рисковать не будем. Вот как-то так. Такое, знаете, напряжное место. Как-то ходили мы сюда ночью, когда стемнело. Это было намного жучее, жучее, страшнее. Вот здесь такие вот проходы, лестницы также. Обалдеть. Вот, посмотрите. Обалдеть, да? И кинотеатр. Кинотеатр. Сейчас покажем вам, где был кинотеатр. Вот здесь вот такой вот вход. Здесь был кинотеатр. Зал. Вон там было прозаторат. Здесь кресло было. И проекторная вверх по тросу. Вот здесь вот. Вот такой вот. Там стоял проектор. Здесь были кресла. И здесь была сцена. То есть люди здесь выступали. Тут смотрели какой-то кино, фильм. Но опять же говорю, посмотрите, какие страшные сейчас конструкции. И просто не знаешь, что может в какой момент рухнуть. Само собой здесь уже были не мы одни. И там написано надпись. Посмотрите. Уходи. Правда, плохое качество в темноте. Но все же. Кстати, вот в этот проекторную можно туда попасть. Получается, там стоял проектор. И выводил на экран вот сюда вот. Наоборот. Вот сюда выводил на экран изображение. Там, как в кинотеатре, знаете, на последнем ряду окошки стояли. И там вот человек включает вот все фильмы. Вот здесь остались даже сидушки, на которых люди сидели. А в каком году он вообще это? Короче, где-то в 80-х годах. Этот лагерь еще был активным. Но проработал он очень маленькое количество времени. Ну вот здесь 10-15 лет. И потом его просто закрыли. Потому что что-то пошло не так. Что-то, скорее всего, случилось. Вот, посмотрите. И его просто закрыли. Ну, это очень неприятно. А куда он залазил? Сюда. Это вот, помните, там надпись была. По тросу вот этому. Как это? Аниматорный или как? Ну, вообще, проекторная. Проекторная. Короче, по тросу. Помните, написано было. Вот он, самый трос. Вот он. По нему залазить. Это на крышу надо? Нет, это на вот этот балкон. Короче, чтобы туда попасть, нужно залезть, получается, по тросу. Но так как мы не взяли ни перчаток, ничего, мы тяжело будет залезть по тросу и попасть вот сюда. А вот как раньше сюда заходили в эту, получается, вон, видите, сейчас он сфокусирует. Не мою руку. Вон там вот есть проходик. И здесь была, получается, лестница, по которой заходили и пробирали. Вот спуск. А вот так была. Тик-тик-тик-тик-тик-тик. Либо сюда выходила, либо чуть дальше. А поэтому сейчас перепрыгнуть мы отсюда до туда не сможем. Здесь вот такое вот жуткое зрелище. Все разбитое, разрушенное. Обалдеть. Короче, вон там, сзади меня, медицинские пожарные корпуса. Вон виднеется, вон там уголочек. Не знаю, вы видите. Я на улитку раздавил, твою дивидиу. Их столько много после дождей. А вот здесь, получается, можно зайти. Ну, пойдем вот здесь посмотрим, что там. Сейчас пролезем. Опа. Еще одну раздавил. Твою дивизию, фу. Вот здесь двери. Вот так здесь раньше ходили люди. Каждый участок, каждое здание. Было для чего-то. Уже рисунки здесь. Здесь поможет, столовая идут, потому что там, ну, там, даже кухон и зло. Опять же. Здесь вот так разрушено. Дыры. Вот такое вот помещение. Это столовая, да, вроде бы? Капает вода. Капает вода. Ну, потому что потолок хана, трубы тоже. Прогнили все. Балкончик. Слушай, а тут она уже не падала. Ну, да, лишь. Она упала. Вентиляционная труба упала. Вентиляционная труба до этого была. Обалдеть. А что не упали? Ну, все, значит, от старости уже. Да. Обалдеть. Здесь выдача была, скорее всего. Здесь такое помещение. Вот так было стеной сделано. Вот здесь было окошко. Люди сюда, получается, подходили. Брали вот здесь еду. То есть подходили сюда, да, здесь был столик. Брали еду. Оп. И где-то вот здесь были столы. И они на этих столах садились и уже принимали пищу, кушали. Сейчас это выглядит, вы сами понимаете как. Но если представить, как это было раньше, знаете, можно так включить камеру, да, и старый вид. Так, посмотрите, тут дети ходят, пионеры, ё-моё. Оп. Я не знаю, что здесь тоже вентиляционная труба идет. Где? Ну, да. Осторожно, не бей по ней. Это здесь еще одна вентиляционная труба, но здесь еще железная балка, она немножко держит. Так, полка была. Это уже было, не так же, видите. Обалдеть. Это лифт? Ай, капаешь. А вот он лифтовая шахта. Получается. Надеюсь, там никого не лежит. А это что у нас? Ё-моё. Здесь лестница была. В общем, она была, по-моему, на третий этаж и на крыше. Обрушенная. Лестницы сейчас здесь никакой нету. Просто чисто обрушенная. Здесь, получается, были принадлежности поваров. Они здесь работали. И вот здесь заходили, выдавали пищу людям. Здесь, скорее всего, была кухня. Провода какие-то. Но они уже неактивные. Надписи. Вот, все строение держит нормально. Палочка. Крыша держится, стену держит. Вот, видите, все-таки, наверное, не дали. Да. Вот вода опять протекает здесь. Обалдеть. Не, интересно, интересно. Здесь что у нас? А это там, где мы ходили. Ну, да, да. Такие проемчики были. Сейчас еще выйдем вот сюда. Вот сюда. Вот. Смотрите, здесь раньше был барьерчик, заборчик. И вот здесь вот. И это был как балкон. Сейчас тут, понятное дело, что сразу улица. И балкона никакого нету. Ну, высота. Ну, второй этаж, ребят. Второй где-то. Два с половиной этажа здесь. И с этой стороны точно так же. То есть, здесь должен был заборчик идти. И люди выходили и смотрели. Сейчас, понятное дело, что под нами дырки. Смотрите. Оп. Дырка, дырка. И причем он тонкий. Очень тонкий, ребят. Представляете? Очень тонкий. Прям чересчур. Пол тонкий. Мне что-то чихать хочется. Ни с чем-то пахнет таким неприятным. Стекол много. Ну да. Вот переход в другой корпус под нами. И там кинотеатр. Но пахнет здесь такой старостью, сыростью. Сами понимаете. Не, ну вот такие видео, да, мне снимать интересно. Мне на самом деле самому нравится где-то побывать, что-то вспомнить. Примерно подумать, как все было раньше. И я еще знаю одно место, бункер. То есть, если вам понравятся такие влоги, иногда будни старшего администратора в реальной жизни, то мы обязательно сделаем и следующие серии. Ну, не часто будем делать, но иногда будем с вами в реальной жизни все дело это наблюдать, смотреть, разговаривать, показывать. Я думаю, вам это будет нравиться. Сейчас мы подошли к медицинскому корпусу. Здесь, я так понимаю, кто болел, находился, да? Врачи находились. Спасибо всем. Готовить может каждый. Спасибо всем, кто ел. Готовить может каждый. Чего? Вот такой вот здесь подъемчик был. Получается, все, кто болели, находились именно здесь. Ну что? Вот так это все дело выглядит. Даже осталась старая опечатка. Смотрите. Знаете, да? На пластилин раньше делали опечатку. Что эта комната опечатана. Все разрушено. Летают мухи. Этот переключатель. Пол такой очень ненадежный. Тумбочка. Что-то валяется из непонятно чего. Но что-то валяется. Вот здесь разобраны все схемы, провода, раковины или толчок. А где люди лежали? Ну вот там, где комнаты. Здесь стоял туалет. Здесь, как вы понимаете, под душевых каких-то было? Я думаю, не душевые, а какие-то, может, какие-то кабинеты. Скорее всего, где врач сидел, принимал, здесь запах такой. Есть тоже туалет. Разрушенный. Такой. А где, мне интересно, люди-то лежали? На втором этаже? Сейчас мы поднимаемся на второй этаж. Я думаю, что на втором этаже были как раз вот специальные комнаты, где лежали больные люди, которые заболели. Ну, скорее всего, да. Вот, да. Вот как раз вот они, комнаты. Одна, вторая. Вот они, комнаты, где лежали больные люди. Ну, дети, кто здесь, лагерь детский был. Вот они, комнаты. Вот. Ну вот, весь второй этаж. Это чисто комнаты, в которых находились дети. Здесь был, скорее всего, балкончик. Вот здесь вот. Вот так. Вот. Сюда можно было раньше выйти. Обалдеть. Ну, да. Как я и говорил, что на втором этаже комнаты и туалет детей, да? Не ходил. Что там? Полный просто проминается. Вот здесь, скорее всего, комнаты, дверки, туалет был. Еще одна комната тут промятый пол, поэтому мы на него не пойдем. Мало ли что, здесь у нас тоже туалет. А здесь, скорее всего, душевая была, да. Скорее всего, был душ. Обалдеть. Обалдеть. Ну, а здесь, да, уже, наверное, был кабинет. Скорее всего, медсестра здесь была или врач приходил, дежурный. И за всем этим делом наблюдал. Сейчас мы пойдем еще сходим с вами в пожарный корпус. Здесь туалеты валяются. Туалет, туалет. Вот, сейчас сходим в пожарный корпус. Там подвал есть? Где? Куда он здесь? Ну-ка. Вадик говорит, там подвал есть. Давайте посмотрим, что там. Скорее всего, подка канализации всякого. Ну, слушай, да, видочек такой себе, если честно. Вот такой вот узкий. Че мое, я тени увидел, вот это, малькающая, я немножко обалдел. Че, бац, здесь холодный, сын. У тебя есть оба дубинка? Да. С самого начала, спасибо. Ни хуй. И че-то, и че такое, летает. Дым какой-то непонятный. Прокинь здесь. Че-нибудь запрещенное хранили. Бля, я тебя сейчас уебал бы. Испугался? Здесь, скорее всего, просто трубы были. Здесь как тихо, он думается вообще. Здесь просто трубы и ничего такого, пыль. Летает. Пойду. Вот радиация какая-то. Пойдем. Пойдем. Здесь очень сыро, потому что... Ну, здесь очень тихо, да. Ну, что там будет? Как в инкере. Обалдеть. Фу. Фу. Не знаю, там пыли много. Фу. Фу. Неприятное ощущение. Ну, всегда так. Подвал, старость, сырость, слякость. Че? И темнота. Это самовнушение страха. Так что не ссыте. Все будет нормально. Так, идем в пожарные отсеки. Да, здесь травы столько. Обалдеть. Ну, там и были. Там тоже были. Везде мы были. А вот здесь начинаются пожарные отсеки. Неплохо, неплохо. Вот здесь котельная была. Пожарная. Неплохо. А там вообще забор, смотри, повалили. Сейчас забору лежит. В 1980-й. Вот, видите? То есть в 1980-м году этот, грубо говоря, лагерь детский, пионерский, или как он там? Действовал. А сейчас он не действует. Здесь стояли энергоблоки. И электричество подавали. Понятное дело, что сейчас их тут нету. Вот, видите? Осторожно, электричество. Это как раз вот эти. Двери были. Валяются. Никто сюда не войдет. Вот такие вот стояли здесь. Энергоблоки, видите, да, разные. Вся косячина. Я включал лося и давал испытания на весь лагерь. Блин. Вот когда ночью идешь, страшно пипец. Ну так, знаете, жутко. Когда заходишь, у тебя фонарик работает, ты подсвечиваешь. Тебе прям неприятно-неприятно. Ну, а днем более колодец. А днем более прикольно поностальгировать и посмотреть, что здесь вообще примерно было. Вот здесь вот котельная. Это котельная была. Здесь у нас люк. Не такой глубокий, но люк. Здесь еще какая-то дверь. Давайте зайдем. А здесь что? О, старый ботинок. Старый ботинок. Интересно, тушенка тоже старая? Вещи. Тут ботинки разбросаны. Одежда всякая, не откуп. Куршно ботинок какой-то. Нифига здесь шуба. Нифига, ботинки уже тогда модные были. От Гуччи, е-мое. Здесь стол, стул. Лампы. Какие-то склады. Непонятные вещи. До сих пор вернутся. Так, вот здесь какой-то склад, скорее всего, был. Деревянных ящиков. А здесь до сих пор они, посмотри, даже обвернуты. Здесь даже нога. Они стеклянные, слышу? Вот эти, новенькие, обвернутые. Скорее всего, лампы, да. Они здесь, их много, они новенькие. Обвернутые. Ту-сто-у. Ну, это, наверное, номер. Терест-то. Привозили под номерами. Обалденно. Ну, короче, склад. Целый. Обалденно. Эй! Можно? Спасибо. Бочка. Бочка маленький. Для машин было это. Уже есть. Ну да, скорее всего, что-то здесь гаражик такой заезжал. Там все. Вот еще здесь помещение. Так. Здесь. Непонятно, что здесь было. Ну, что-то было. Тоже, как гардеробная. Там вещи везде. Ботинки, сапожок он валяется. Причем такой махровый ящичек, опять же. 8,55. Еще у тебя не было? Нет. Нет. Нет, красный. 8,55. Не надо. Слушай, а это эстакады здесь машины делали еще. Слышь, покрывка уже не идет. Нормально. Команды к ним приезжали. Да. Вот здесь спускаешься, машину загоняешь сюда, ставишь и под ней копаешься. Обалдеть. Здесь, кстати, у котельки вход обрушился. Да? Ну, как можно видеть. А, да. Смотрите. Полностью обрушен. Обалдеть. Е-мое. Ну, там вроде бы ничего такого. Он просто чисто пустой. Короче, вот здесь, вот здесь шли рельсы в котельную. Сюда он приезжал поворотик небольшой. И он возил межлагерное пространство. Только здесь вот они, рельсики. По ним ехал-ехал вагончик. И здесь еще навесы вот такие стояли, складик. И вот он между собой здесь ездил и возил какие-то материалы, которые были нужны. Получается, вот видите, туда-сюда. Но он только еще вон туда был. Вот так. Так что это не хухры-мухры. Прикольно. Еще какое-то заросшее здание. В густом-густом лесу. Желуди валяются. Получается, вообще, окраинный вагер. Правда. Э-э-э-э. Что это? Это как огромный склад. Опять-то это сыростью воняет. Неприятный. Деревянные бочки с красителем. Обалдеть. Обалдеть. Много макулатуры, бумаги. Найти бы на какую-нибудь надпись. Вот от толчка или сместитель. Здесь большие уже лампочки. Помните, мы находили более маленькие, а здесь... Большие. Ящик. Это как в этом Мадагаскаре. Их привозили в таких ящиках. Я говорю, одна макулатура здесь. Считай. Ну да, здесь как склад каких-то вот мещей был. Даже какая-то вон ваза здесь большая. Все вообще упакованное. Это стульчак деревянный. Для мелких, смотри. Для какой жопы это? Это вообще маленький. Может, на экране у вас он большой, но это маленький. Или я по своей жопе ровняю? Я еще пока что не понял. Ну, короче, вот так. Ну что, мы, конечно, весь лагерь не обойдем. Потому что там еще очень-очень много, на самом деле, корпусов, зданий, спальнь, беседки. Это нужно... Ага, ага, вижу. Сейчас, ребята. Аккуратно. Аккуратно. Зад. Да, да, да. Бывает. Бывает. Ордом стоит. Все. Сейчас машина трейдет. Пошел, пошел. Я так... Я так давно не бегал. Я выдохся. Фу. Ну, как-то вот так. Короче, еще раз говорю, жарко стало. Побегали. Жесть. Все нам не обойти. Если вам понравятся такие видосы, набираем много больших пальцев вверх. И иногда, иногда я буду выпускать такие видосики интересные. Либо жизни там, либо всякие, куда мы там ходим, развлекаемся и так далее. Я думаю, вам будет интересно следить за моей жизнью. Хотя бы не часто, да. Раз в две недели примерно, да, там. Вот. Мы с вами будем делать крутой контент. Просто вы меня многие просили, якобы, делать видосы в своей жизни. Постоянно я это делать не могу, потому что вы сами понимаете, что я делаю видосы шесть раз в неделю. Поэтому постоянно снимать влоги дополнительно я не могу, чисто физически. Но скажу вам одно. Лучше по таким местам старым не ходите. Смотрите просто видео. Потому что это все опасно. Мы проверенные люди, мы знаем, что, куда, как. А другие, которые лазят в себя в городах, в какие-то дома, не надо так делать. Это опасно и может причинить вред здоровью. Аж до летального исхода. Поэтому не занимайтесь фигней. Будьте здоровы, Вадим. Вот. Живите, радуйтесь жизни. Все. На связи был Виталий Старк. Вадим. И подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. И до новых встреч. Пока. Пока.